В Магаданской городской думе провели заседание депутатской комиссии по бюджету и вопросам экономического развития. Особое внимание уделили дополнительным расходам городской казны. Депутаты внимательно рассмотрели тонкости распределения муниципальных средств и согласовали финансирование первоочередных городских нужд. Кроме того, затронули немаловажный для присутствующих вопрос о состоянии муниципальной кредиторской задолженности. Внимательно изучили нашу кредиторскую задолженность, задолженность по кредитам. Наконец, в 2020 году у нас задолженность по кредитам в размере 1,8 млрд. 70 млрд. И отрадно знать то, что мы с каждым годом уменьшаем обслуживание данного кредита. То есть, по сравнению с пятилетним сроком, если мы платили за обслуживание около 200 млн. в год, сейчас это уже сумма в два раза меньше. Увеличение кредитной нагрузки на муниципальный бюджет депутаты Магаданской городской думы не одобряют. По словам Рафаэля Фатыхова, это наше наследство. И в дальнейшем депутаты будут внимательно контролировать расход муниципальных средств. Новый полуторатесловый аппарат МРТ фирмы Сименс доставили в Магаданский областной онкологический диспансер. Презентацию магнитно-резонансного томографа посетил глава региона Сергей Носов. С 2011 года врачи областной больницы пользовались маломощным низкопольным аппаратом. Сегодня агрегат заменили на современный, высокоэффективный. По словам специалистов, новый туннельный МРТ имеет больше обследуемого физического пространства по сравнению со старым и способен поднять человека весом до 250 килограмм. Оборудование обладает мощным чувствительным магнитом и способно дать точный рисунок мягкой ткани организма, таких как мелкие суставы или опухоли в голове. Магнит оснащен всеми, всем программным обеспечением для проведения любых исследований, что касается любого органа, то есть начиная от головы и кончая мелкими суставами. То есть даже мелкие суставы здесь будет видно очень отчетливо. Расшифровать снимки МРТ смогут лучшие специалисты России через интернет. Таким образом, по словам специалистов, исследование покажет наибольшую результативность. Мы сегодня можем делать самые современные или самые точные срезы, снимки и с помощью телемедицины, о чем мы об этом говорим. Такие результаты этого томографического исследования можно увидеть в любой точке Российской Федерации, во всяком случае ведущих в федеральных центрах. Со слов врачей магниторезонансный томограф не облучает радиации, но беременным от исследований лучше отказаться. Для работы на новом оборудовании обучить магаданских врачей приедут специалисты от фирмы-производителя. В работу МРТ планируют запустить во второй половине января 2021 года. 42 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 выявили на Колыме за последние сутки. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции за весь период выявили 6850 заболевших. Обследовали на наличие инфекции 115 269 человек. С выздоровлением выписали 6215 колымчан. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. Также эксперты призывают в общественных местах надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком. Необходимо соблюдать дистанцию полтора метра друг от друга. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Мужчинам эксперты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией. Координационный молодежный совет города Магадана состоялся в спортивном комплексе металлист. Провели его заместитель мэра Юрий Казетов и заместитель руководителя Управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана Наталья Бусалаева. Совет начался с награждения волонтеров за тушение сложного пожара в бухте Батарейной. Благодарность и памятные подарки волонтерам пожарным вручил Юрий Казетов. На координационном совете докладчики также рассказали о работе с молодежью, военно-патриотическом воспитании, конкурсе любительского кино «Северный формат». Сотрудники Управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана озвучили статистику участия молодежи в городских мероприятиях. «Наше любимое и популярное в этом году – это интеллектуальное движение в городе Магадане. Интеллектуальные викторины, чемпионаты и прочее. Здесь мы рассматривали не только те мероприятия, которые проводятся в муниципалитетах, но и также коммерческие форматы, типа всем известным Крис Приза, Лебусни, Брайндо и прочего. Здесь статистика не очень однозначная. Видим большой процент тех, кто не заинтересован и не принимает участие в таких мероприятиях. Но это связано с кажущимся респондентом высоким порогом вхождения в такие мероприятия. То есть люди в них не принимают участие не потому, что им интересно, а потому что просто боятся не принимать участия, потому что они не уверены в своих силах». Общественная организация «Молодежный меридиан», студия «Северный ветер» при поддержке мэрии Магадана и правительства Магаданской области в этом году провели кинофестиваль «Северный формат». 1 декабря уже завершили прием заявок на конкурс. «В этом году у нас приятный сюрприз. Участники подали более 50 работ. Это в два раза больше, обычно, чем в предыдущие годы. Мы этому очень рады. И в данный момент жюри отсматривает работы конкурсантов. И мы готовим финальный показ. Он будет проходить на самом большом экране в нашем регионе, кинотеатре «Горняк», где будут показаны лучшие работы участников и объявлены победители конкурса в каждой из номинаций. «Что ждет победителей?» «Победители в номинации получат по 50 тысяч рублей». Участники совета отметили, что деятельность корпуса волонтеров будет продолжаться. В марте 2021 года состоится слет добровольцев. Начиналась эта работа с пяти организаций, а сейчас действует уже 31 объединение волонтеров. Также сотрудники отметили, что смотр песни и строя для школьников в 2021 году планируется провести в онлайн-формате. Алексея Грашевика, руководителя муниципального оркестра, наградили дипломом лауреата премии губернатора Колымы за активную концертно-просветительскую деятельность. Как работает муниципальный оркестр во время пандемии. По словам Алексея Грашевика, самоизоляция побудила музыкантов на создание новых проектов. Большинство из них осуществили в онлайн-формате. «Под 9 мая был сделан у нас ролик отличный, который прошел по всей России и благодаря ему стали даже популярными в какой-то мере. После этого предлагали нам пару проектов очень интересных, там международный проект, один мы участвовали в нем. Ну, в смысле, все это было, конечно, онлайн-проекты. Вот. И наши ролики, которые делались во время пандемии, тоже оказались популярными. И один ролик даже у нас взял канал Rush Today, свой проект и показал его в Мексике. Это было очень приятно и неожиданно». В прошедшие выходные оркестр выступил на ежегодном шествии Дедов Морозов. Играть музыканты будут и на новогодних елках, но с учетом всех требований Роспотребнадзора. Также артисты планируют и дальше реализовывать свои проекты в онлайн-формате. К Новому году музыканты сделают несколько роликов, а в январе планируют принять участие в онлайн-концерте. Близится Новый год, а значит, наступает пора поздравлений. Что желают жители областного центра Колымы своим знакомым, друзьям и семье в 2021 году узнал «Вечерний Магадан». «Конечно, чувствуется новогоднее настроение, и наш замечательный театр как раз работает над новогодними программами». Дорогие магаданцы, поздравляем вас с Новым годом. Хотим напомнить, что не стоит ждать понедельника либо Нового года. Надо жить сейчас, сегодня и прямо здесь. Всем здоровья, тепла и семейного благополучия. Да, я чувствую новогоднее настроение. Поздравляю всех магаданцев с Новым годом. Желаю счастья, здоровья всем. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю всего хорошего, чтобы вызвали ваши мечты. Поздравляю. С Новым годом я всех людей поздравляю от души. Все желаю всем людям быть счастливы.